Пара слов о моем разочаровании, манипуляции и брехуництва, брехловства, брехунства Леонида Радзиховского, к сожалению, которого я очень уважал до некоторых времен, о его знаниях, о его аналитике, логике, политике, истории, возможности это все смешивать, перемешивать и выдавать более-менее нормальный материал о том, как он дбает, как он заботится о обществе российском. А это очень влияет на локальное месторасположение мозга и идеологии, развитие личности, интеллекта россиян и остальные, которые входят в ту Россию, в федерацию, вот типа такую федерацию, и частично влияет это и на Украину. Поэтому то, что он вещал-вещал, был таким антипутинистом, а сейчас я смотрю, он возвращается вовсе не в те стези, а больше начинает подбеливание этого преступного режима путинистского. Но речь о другом, о том, что он еще кроме этого взялся за тему теологии, в которой он, диаметральный, есть противник вообще христианства. То есть, достаточно его споймать на антилогике, споймать, когда за этот, сказать, что ж ты мяучишь, чушь такую то несешь христианскому, христианской стране, которую называют так христианской, христианской я имею ввиду православной, христианской, но не по Гундяеву, не по кегибистскому православию, гундяевскому, продажному, аллергархическому, коленко стоящему для россиян, а для божьего православия, которым является большая часть там и Украина, и там и Россия, Беларусь, где там еще Болгария, Болгартовак и тому подобное. Дело не в этом. Дело в том, что говорит Роззиховский, что оказывается, что он, значит, уже перечит Библии, перечит Матвею, говорит, что Матеуш, Матвей был антисемитом, ну, апостол, и говорит, что люди, которые распяли Христа, Иисуса, Бога нашего, значит, те, которые евреи собрались на площади и кричали, распни его, распни, а потом кричали, что пусть кровь Христа, может, недословно, будет на нас и на наших детях, на наших поколениях. И он, Роззиховский, Тулдычи, дом не мывает, ну, соображает, манипулирует, сугестирует, что такого не могли говорить простые люди, потому что априори толпа, которая собирается, она может кричать только распни его, распни там, а брать ответственность, ответственность, то есть, он понимает, что евреи, жиды, брали ответственность себе за это, что кричали распни его, распни Христа. Да, получается, что это за нация, которая выбрал Бог, ну, понятно, Бог-то ее выбрал, избрал, но они ж наплевали на Бога, а то, о том, что говорит Исаия, Роззиховский тоже не мувы, не говорит, он говорит только свою чушь, чисто манипулятивную, может, он сатанист, скорее всего, но все на то указывает, что Роззиховский или иллюминат какой-то, или сатанист, или хабардиск, или Любавич из школы вот этой всей, и он пердолил вот такие бредни, то есть, он говорит, что не может быть такого априори, то есть, он говорит, что Библия и Матвей, они брехуны, и они сочинители, то есть, форитейл, форитейльщики, а он не форитейл, он такой великий, этот, иллюминат, нафиг, говорит, что Матвей придумал, что евреи кричали, что пусть росни его, росни Христа, Бога нашего, пусть кровь его, Христа будет на наших поколениях, то есть, такого не могло быть, они не могли, зная, что они делают преступления, евреи, убивая, даже если они, естественно, не признали Христа за Бога, лечил их, кормил их рыбами и тому подобное, а им наплевать, потому что у них не было своего мозга, не было мозга нации, не было христианского, ну, до Христа, естественно, не было, не было даже Моисеевого мозга нации, они наплевали на, даже на Тору, принявши себе Кабалу, и а, у них Талмуд и Кабала, вместо Тора Пятикнижие Моисея, то есть, они даже на Пятикнижие Моисея наплевали, начали делать себе золотых башков, поклоняться им, то есть, рабов Бог вывел с Египта, а они наплевали на Бога, начали поклоняться башкам всяким, и очутились где? Очутились у римлян снова в полурабстве уже таком, потому что Бог говорил, что все-таки избранный народ, и поскольку избранный, но все-таки снова стать рабами, такими, как в Египте они были, Бог смилостивался над ним, будьте полурабами такими, но не имейте через кого? Через таких равинов, которые заправляли народом, которые стали предателями самого Пятикнижия Моисеева, потому что начал поклоняться башкам, начали идолам, идолопоклонствовать, начали сады там, распутство себе создавать, то есть, все это понятно, то же самое, что и в теперешней России кричат, что православные, а сами их кто? Олигархи на Мальдивах и тому подобное, то есть, а Роззиховский говорит, не, они то, что кричали, что их кровь Христа будет на их поколение, это все чушь, туфта и ерунда, потому что они такого не могли кричать, ооо, вот где типаж, вот где иллюминат, и он после этого всего нам что-то тюхает, втюхивает, втюхивает о политике, капец, типаж, то есть, другая причина, почему они кричали это, да потому что кровь Христа они считали за неверной, неверной кровью, и они готовы были, как ланью крови, как что-то, что только ихнюю нацию превозносит, перед кем? Не перед Богом, перед раввинами, и они, чтобы сподобаться, чтобы понравиться раввинам, они кричали, что это кровь Христа пусть будет на наших поколениях, потому что они освещались этой кровью, после чего что? После чего Бог им не дал оседлиться, а не на польских терренах, а не на тех самых российских, где они там частично заходили, ну, по Курск Украина была, Кубань, они там всюду были, и то был еврейский каганат жидовский, и им, и даже там не Бог всех могущий не дал оседлиться, потому что там повстали Рюриковичи потом, через сколько там сотни лет. То есть, аж после страшного холокоста, которого они предвещали, 6 миллионов будет евреев убито, так и стало при Гитлере, то есть какое-то совпадение очень странное. Они створили свое государство, в котором сейчас современная полиция израильская гоняет и бьет палками тех самых пейсов хасидов. А Раздиховский их наоборот превозносит, что это все туфта, вот хасиды молодцы, классные. То есть иллюминатство сетит глубоко в душе у этого Раздиховского, перечит даже нормальной логике, я уже не говорю о какой-то там историка, культура, политологической логике. Самую нормальную логику он не принимает. Почему? Потому что он, когда нужно, он к этой Библии, references, ссылается на эту Библию, когда ему выгодно. А когда ему не выгодно, он говорит, что Библия это туфта. И туфта то, что написал Матвей. Вот где каналия. Второй Путин. Там, где ему выгодно, он выдергивает с историей то, что надо и рассказывает. Рассказывает за триколор. А потом говорит, не, мы ж коммунисты, мы ж наши, это военный коммунизм, это наша гордость. Риббентроп Молотов, это наша гордость. Начало войны, это наша гордость. А что делали в войну? Убивали тех, кто был власовцем, естественно. То есть противоречия. Но россиянам это пофиг. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Главное быть на рачках, на коленках, ползать. А что он говорит, этот барин, перед которым они ползают, эти россияне. Они выходят бороться за свои права, за свою христианскую идентичность. Что он говорил, этот барин, это похрен. Главное ползать в коленках. И вот Раздиховский берет и выдергивает эту логику, лживую, так само, как и Путин. И говорит, что он такой вот борец. С чем он борец? Он иллюминат чисточкой водички. Россияне, украинцы, белорусы, болгары, поляки. Такие-то дела. Не слушайте иллюминатов. Слушайте только голос, голос и читайте. Ну, сори, не голос, а Слово Божие. Только читайте. Библию читайте. Евангелие. Удачи. Everyone is telling the truth all of the time Everyone is telling the truth all of the time Well, it's just that times change Everyone is telling the truth